Национальная конфедерация профсоюзов и Национальная конфедерация патронатов предлагают установить с начала следующего года минимальную зарплату в размере 6 тысяч леев, что эквивалентно 340 долларам. Тем самым, считают они, в ближайшие годы будет обеспечено постоянное и сбалансированное повышение минимальной заработной платы. Соответствующее предложение направлено премьер-министру Дарину Ричану. Как отмечают профсоюзы, нынешняя минимальная зарплата в 5 тысяч леев или 285 долларов не обеспечивает даже прожиточного минимума. А вот граждане считают такое повышение незначительным. Это копейки. Для нормальной жизни без излишеств и 15 тысяч леев недостаточно, утверждают они. «Думаю, примерно 700 евро надо заложить на аренду, если мы говорим, что человек хочет жить комфортно. На еду закладываем где-то 300 евро, то есть уже 1000 евро. Плюс к этому добавляем и другие расходы. 500 евро на страховку машины, кредит, на квартиру. Думаю, что 1500 евро будет нормально. Это тот минимум, на который можно жить в Молдове. 1500 евро – это тот же минимум, что и в Европе. А зарплаты разные». «Как зарплата 10 тысяч? Вы с трудом проживете, особенно учитывая, если вы снимаете квартиру, если у вас есть долги и кредиты. То есть, я даже думаю, 15 не хватит, чтобы нормально прожить в такой ситуации. Но 6 – это копейки. Как и 5, как и 6, как и 10 – это копейки, я считаю». «Прожить на 7 тысяч, на 6 тысяч, которые предлагают на данный момент, это очень мало. «Как вы считаете, какую жизнь можно прожить на 6 или 5 тысяч? В нашей стране, учитывая наши цены?» «Наши цены? Очень скудную, потому что это очень мало». «Это все равно мало. Здесь люди выживают, не живут. 5 тысяч – это без вычетов, а еще же вычеты есть. «Налоги?» «Да, налоги, там, лет до 800 доходят, понимаете. И получают 4200. И что, прокормить семью, отправить ребенка в школу, там еще куда-то. Ну, одеть его надо. Это очень мало». По словам этой женщины, ее семья закупила продуктов на 2000 леев, которых хватило всего на неделю. То есть ее зарплата в основном уходит только на еду. О других нуждах не идет и речи. «Ничего не хватит. Никак не хватит. Почему? Ну, потому что у нас такие цены. Взять даже последний опыт, когда мы на неделю закупили продуктов на 2000 леев. А с детьми нет, даже не обсуждается зарплата в 5000 леев. Люди считают, что жизнь в Молдове тяжела, потому что высокопоставленные лица думают о своих карманах, а не о населении. «Личные интересы, чтобы у них была хорошая работа, хорошая зарплата. У нас так много учреждений, где зарплаты составляют тысячи и тысячи леев, особенно сейчас, когда выросла оплата труда парламентариев, но не у людей. Они говорят, что нужно повысить зарплаты, чтобы депутаты не были коррумпированы. Но если вас так легко подкупить, зачем оставаться там, если на вас влияют взятки? В случае, если предложение профсоюзов и патронатов будет принято, минимальная зарплата вырастет до 340 долларов». Экономист Вячеслав Янице, ссылаясь на свои расчеты, ранее заявил, что около 60% населения Молдовы живет в бедности. 20% относится к нижнему порогу среднего класса, 15% – к среднему классу, остальные 5% – это богатые граждане. Люди со средним уровнем жизни, по словам эксперта, должны тратить до 60% своего дохода, чтобы правильно питаться. Но этого не происходит. В соседней Румынии тоже отмечают, что жизнь заметно подорожала. В начале этого года семье с двумя детьми, чтобы обеспечить более-менее достойную жизнь, приходилось платить на 40% больше, чем в 2020 году. Подорожала жизнь и в странах, которые считаются развитыми в Европе. Так, во Франции, согласно опросу, который проводит издание «Хексагон», треть населения принимает душ без мыла и шампуня. А в Греции оливковое масло из основного продукта превратилось в предмет роскоши. Менее чем за год его цена выросла вдвое.